Всем привет! Меня зовут Банита Си и сегодня у нас в гостях Семен Иларионов, известный как Кролик Бро! Еее! Всем привет-привет, ребята! Это я, Айм Кролик Бро! Привет! Ты знаешь, для чего мы пришли в планету Кидс? Планету Кидс? Нет! Сегодня мы окунемся назад в прошлое, то есть в твое детство. Давай приведем вместе отличное время? Давай, пойдем! Пойдем! Семен Иларионов, известный с ним как Кролик Бро, который за короткий промежуток времени стал очень популярным. Сегодня мы узнаем его получше. А ты когда-нибудь играл в Лазертаг? В Лазертаг нет, но я в полигонах ходил в армии, это нормально для меня. Я имею опыт, я тебя сегодня очень люблю. Так, пошли, проверим. Пойдем! Ну что, Сема, готов? Мы едем или разговариваем? Погнали! Ну что, Сема, как тебе сегодняшний день? Какие у тебя впечатления? Сегодняшнего дня? Да. Прикольно, прикольно. Я раньше таких не ходил один, потому что я вырос в деревне, и у меня не было такого удовольствия. Сегодня что-то покатался, посмотрел, пострелялся, армию вспомнил. Можешь нам немного рассказать о своем детстве, свои безумные идеи, беспашенные поступки, в общем, самые яркие и интересные моменты детства? Был такой момент, когда бабушка рассказывает, мой младший брат заходит домой, полно набит ртом рыб, короче, которые вот недавно плавали, короче, а где рыбы торчат, и оказывается, как выяснилось, это оказывается, я его, короче, откормил и домой отправил. А во что ты любил играть в детстве со всеми друзьями? С друзьями? Ну как, обычные деревенские ребята, мы штабы строили. У нас лес такой большой, короче, мы запасались гвоздиками этими, молотками, все время молоток потеряли, короче, у меня дедушка ругал за это. Почему я кролик-бро, да, многие спросят, многие-многие задаются этим вопросом. Почему именно кролик-бро? Есть стихотворение, которое, у меня бабушка работала в детсаде, и каждый божий праздник, 23 февраля, 8 марта, Новый год, СССР, хоть когда, я читал один тоже стих, и вся деревня про это знала, короче, все знали, я специально ушки одевал такие, короче, я еще раз, я был маленький, попки, короче, белый такой, и у меня еще были девочки, эти ставили, короче, в ушки, и я такой, ба-ба-ба-ба-ба, так, короче. Ну, из первого стыдно было, как бы, у меня только родные так называли, потом начали все так называть, я такой, ну, почему бы сразу не кролик-бро? Бро, это брат, скажем, с английского, brother, я такой, кролик-бро, ну, почему бы нет? А кем ты мечтал стать в детстве, когда станем взрослым? В первом классе, когда только-только поступали, с засады вот приехали, нам дали листочки и сказали, короче, кем вы хотите стать в будущее? Многие там, косманов, пожарный, а я написал, я дальнобойщикам хочу стать играть. Я предлагаю тебе сыграть в одну игру, суть в игре в том, что за 20 секунд ты должен ответить на 10 моих вопросов, и ответ должен быть да или нет. За 20 секунд? Да, только очень быстро. Хорошо. Так, ты хорошо учился? Нет. Прогуливал уроки? Да. Часто? Нет. Все школьные предметы тебе нравились? Нет. Делал домашние задания вовремя? Да. Часто тебя ругали в школе? Нет. Директорство и звали? Да. Занимался физкультурой? Да. Скучаешь по школе? Да. Дразнили в школе? Нет. Ты дразнил? Да. 10 на 10? Что? 10 на 10. Что? Умножить? Да. Правильно же, что же? Да, да. Семен веселый, простой в общении, дружелюбный и действительно очень талантливый парень, который просто занимается тем, что ему нравится. Именно такие люди добиваются успеха. Спасибо тебе за интервью. На этом у меня все. Всем пока. Пока, ребят.